Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Экологические рекорды активисты «Чистого города» рассказали о своих достижениях главе Самары. Такого не было почти 30 лет. 1 мая в Самаре ожидается массовая демонстрация. Любовь к родине лозунгами не измеряется. Самарский краевед записал ролик, посвященный пошлым наклейкам к 9 мая. Чистый город и чистые берега. Студенты самарских вузов и колледжей ставят экологические рекорды. Только во время уборки парка «Молодежный» в апреле собрали полторы тысячи мешков мусора. Это только начало. В планах из парков и скверов перейти поближе к водоемам. На что нацелили свои грабли и лопаты волонтеры движения «Чистый город» узнала Марина Кравцова. За чашкой чая в неформальной обстановке активисты движения «Чистый город» обсуждают с главой Самары Олегом Фурсовым и председателем Гордумы Галиной Андреяновой свои инициативы и новые проекты. Этой весной участниками уборки города стали больше 4 тысяч студентов. Сами организаторы акции не ожидали, что благоустройство Самары будет столь популярно среди молодежи. На всех акциях ребят приходит больше, чем даже мы планируем. Вот, например, в парке Гагарина мы ожидали порядка 300 человек, а в акции приняло участие 405 человек, если сказать абсолютно точную цифру. Это показатель того, что молодежи это не безразлично и что это интересно. Шесть с половиной тысяч мешков мусора собрали молодые активисты. Порядок навели на общей площади больше 310 тысяч квадратных метров, а это почти 44 футбольных поля. Своеобразные рекорды в этом году ставили один за другим. Впервые, наверное, за много лет вот такое массовое участие молодежи в мероприятиях по благоустройству города было замечено, да, и было организовано. Спасибо вам за это большое. Вы просто молодцы, конечно. И мы видим в вас, конечно, будущее города. Это просто новый этап в жизни Самары. Назовите это перезагрузкой, как угодно, да. У людей появилось желание вместе преобразить город. Мне бы очень хотелось, чтобы те активисты, которые собрались сегодня, обязательно продолжили все то, что вы начали. Как рассказали активисты чистого города, останавливаться не намерены. Год экологии уже распланировали. На этой неделе наводить чистоту отправиться в Куйбышевский район Самары. Затем в планах сажать деревьев. И на все лето окунуться в акцию «Чистые берега», очищать от мусора территории рядом с реками и озерами. Нам приятно находиться в чистом месте, нам приятно отдыхать с друзьями в чистом парке, сквере города Самары. И от нас, от молодежи, да не только от молодежи, а от жителей города Самары, зависит экологическая обстановка, чистота города. И мы сами должны же ее поддерживать. Волонтеры-студенты хотят привлечь к экологическим акциям больше школьников. А самые активные участники весенней уборки получат не только моральное удовлетворение, но и награды от администрации города. Марина Кравцова, Константин Галарин. События. Меж тем в Самаре грядет еще один субботник, 29 апреля. Подготовку к нему обсудили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. С начала апреля уже прошло 13 больших уборок. С территории Самары вывезли тысячи кубометров мусора. Только за один общегородской субботник общими силами убрали территорию площадью более 5 миллионов квадратных метров. Впереди финальный рывок. В эту субботу все силы коммунальных служб бросят на уборку. Порядок во дворах будут наводить сами самарцы. Районные администрации готовы обеспечить жителей всем необходимым инвентарем. Первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил управляющим компаниям и районным оперативнее вывозить мешки с мусора. После последней уборки, по данным административной технической инспекции, осталось больше сотни адресов, где своевременно не вывезли собранный мусор. Мы точно должны понимать, что мы к 1 мая должны войти с чистым городом на 80% с летним содержанием. Не надо повторять, это будет каждая куча в данной ситуации на контроле, она должна не остаться. На 30 число ни одной собранной кучи, ни одного мешка не должно остаться в городе. 400 предприятий города примут участие в праздновании 1 мая. В этом году по площади Куйбышева пройдет массовая демонстрация трудящихся. Планируется, что в ней примут участие порядка 50 тысяч человек. В таком формате праздничный митинг состоится впервые с 1990 года. Шествие пойдет от улицы Молодогвардейская в 11 часов утра. Свои предприятия представят все районы города. Во главе колонны пройдет руководство области и профсоюза, а также победители конкурсов профессионального мастерства. Принять участие в большом празднике приглашают и самарцев. После окончания шествия зрителей праздника ждет автомотошоу. Через площадь постепенно друг за другом проедут байкеры. Это порядка 80 мотоциклистов с различными флагами. Велосипедисты, которые будут демонстрировать потом возможности велотриала. Проедет колонна из ретро-техники, которая специально приедет сюда и столять. Они пожелали принять участие в этом мероприятии. 9 мая копию самарского знамени пронесут во главе колонны бессмертного полка, а затем отправят по историческому пути через Сызрань в Москву, где пройдет торжественный молебен. Знамя осветят на раке святого Алексия, покровителя Самары. Из Москвы экспедиция отправится в Сирию, где полотнище передадут самарским военнослужащим. Замечательный наш проект прозвучал на всю Россию. Космическая Россия. Я думаю, что наш проект, рассказ о замарском знамени, может прозвучать так же сильно. Потому что ничего нет важнее, как братство народов. Пошлые наклейки с надписями «Можем повторить» и «Ежу на трофейном», который некоторые автолюбители вешают на свои машины накануне Дня Победы, неуместны для почтения памяти миллионов человек, павших в боях за Родину. Такое мнение, которое, к слову, разделяют многие самарцы, выразил историк и краевед Владимир Громов. Он опубликовал в соцсетях ролик, в котором призвал отказаться от покупки наклеек на автомобиль в честь 9 мая. Есть наклейка «Дядя, дядю пашет». Со словами «Можем повторить». 28 миллионов павших – это повод грязно пошутить. Отказываться от георгиевских ленточек, а тем более от памятных мероприятий, посвященных 9 мая, Владимир Громов не призывает. Речь идет лишь о наклейках. Историк предлагает задуматься о том, какое наследие после себя мы оставим. В следующем году в Самаре появится памятник Баяну. Но об этом на пресс-конференции рассказал заслуженный артист Самарской области, руководитель проекта «Виват Баян» Сергей Войтенко. Самару считают родиной Баяна, потому что именно здесь мастер Павел Чулков усовершенствовал гармонику своего отца и назвал ее Баяном. Место, где установят памятник, уже определили, но пока его держат в секрете. Деньги на создание скульптуры планируют собрать на благотворительном концерте, который состоится в октябре этого года. А уже в мае любителей баянной музыки приглашают на юбилейный 15-й фестиваль конкурса «Виват Баян». Эти годы он стал не только одним из самых массовых по количеству участников, но и международным. Конкурсанты в этом году приедут со всего мира. Прослушивания будут проходить с 11 по 14 мая. А гала-концерт назначен на 14 мая. Он пройдет в филармонии. Мы очень рады, что наш фестиваль проходит на земле, где рожден был этот русский народный инструмент, на который сейчас играет весь мир. И в следующем году в рамках также фестиваля мы собираемся ставить памятник нашему русскому баяну. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре прокуратура требует от местных жительниц оформить на детей жилье, которое приобрели с участием средств материнского капитала. Надзорное ведомство направило в суд 8 исков в защиту имущественных прав несовершеннолетних. Напомним, в Самарской области семьи получают поддержку со стороны государства. Так, кроме материнского капитала, им выделяют деньги за рождение третьего ребенка. На эти цели в бюджете заложено 1 миллиард 300 миллионов рублей. Кроме того, для этих семей сохранили 50-процентную компенсацию за услуги ЖКХ. Однако, случаи махинации с социальными пособиями в данной сфере все множатся. Так, в Тольятти многодетная мать составила липовый договор на покупку жилья. 20-летняя жительница Самары стала жертвой своих подруг. По словам девушки, три приятельницы избили ее и отобрали банковскую карту, а также заставили раскрыть пин-код. Инцидент произошел ночью, неподалеку от увеселительного заведения на улице Ташкентской. Среди обидчиц потерпевшей были несовершеннолетние. По словам полицейских, они признались в хищении с банковской карты подруги 6,5 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж». В Самаре на несколько недель ограничит движение по улице Печорской. Это связано со строительством ливневой канализации. Ограничения будут действовать с 24 апреля по 17 июня. Автолюбители просят внимательно выбирать дорогу. Возле стадиона «Самара-арена» будет вертолетная площадка, а прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Основные работы начнутся летом 2017 года. Парковки, трамвайны и автобусное кольцо будут связаны со стадионом пешеходными дорожками. Вдоль путей планируют расположить зеленую зону с автоматическим поливом. Территорию лесопарка закроют для доступа специальным ограждениям, которое будет находиться под видеонаблюдением. Близлежащие жилые дома защитят от шума специальными экранами. В Самару, обещают синоптики, вскоре придет лето. Температура воздуха приблизится к 20 градусам по Цельсию уже к выходным. А днем в четверг, 27 апреля, ожидается до 19 градусов тепла без осадков. По прогнозам, лето 2017 года в Самарской области будет очень жарко, говорится в сообщении на сайте областного Минлесхоза. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовят материалы к следующим выпускам. Вспомни тех, кто ушел. В Самаре вот уже 20 лет, как в этот день проходит служба поминовения журналистов. За ценой не постоят. Инвесторы за свой счет ремонтируют исторические фасады Самары. Вечный бой нерегальных торговцев искусственными цветами сегодня выгнали с кладбища. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Считайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин